Ребят, привет! У меня сегодня обзор по моей любимой красной пресне. По этому поводу и котик такой с красным отливом. Я хочу вам сказать, что я сделала грандиозное открытие в квантовой физике и обнаружила, где находится 9 измерение. 9 измерение находится на израильской почте. Когда посылка из Внукова вылетела 29 мая, где было отмечено каждые 2 часа, где она находится, из какого цеха в какой переходит, после 29 мая посылка исчезла. Ее нельзя было отследить ни по международному трекингу, ни по российской почте, ни по израильской почте. А все почему? Потому что она ушла в это самое измерение. Поскольку его нельзя измерить, то и соответственно номер отслеживания тоже исчез. Спустя каких-то 3 недели, вдруг посылка вернулась в наш мир, номер вдруг высветился, и я смогла наконец-то спустя пару дней ее получить на почте. Вот такое грандиозное открытие. Как говорится, израильтяне все умеют. Итак, начнем. Моя подружка Светочка, которая в прошлый раз заказала себе изделие в золоте с желтой-белой эмалью, на этот раз заказала в оксидированном серебре, вот с такой голубой эмалью, очень похожей на маки. Давайте посмотрим, что нам пишут. Фианит роди эмаль. Кольцо, на мой взгляд, шикарное. И между прочим, этот фианит сверкает на солнце лучше бриллианта. Я вам покажу на моем пальце, так более-менее, как это смотрится. Вот что-то в таком роде. Кстати, есть там и серьги такие же, если кого-то интересует в комплект. Но Светочка заказала кольцо и брошку. Вот сейчас я вам покажу. Брошка. Вот она. И, кстати, можете и размер сразу посмотреть. Тоже маленький фианитик, шикарнейший. Вот, закрывается она вот таким образом. Как я понимаю, в описании будет то же самое. Родирование. Давайте посмотрим. Роди эмаль, да, фианит, все так же. Масса 4,30. Шикарно, по-моему. Мне кажется, это первый раз, когда мы заказываем что-то вот в таком стиле именно. В основном девчонки заказывали просто фианиты в серебре или по золоте. Очень элегантный набор. Вот такое мини-колье было заказано двумя моими подружками. У нас, как видите, вот два одинаковых. К серьгам, которые я вам показывала, по крайней мере, в двух видео. К сожалению, сейчас у меня этих серьег нет, они у подруг. Что мне нравится в этом колье? Во-первых, давайте посмотрим. Искусственный жемчуг, оксидированная, безразмерная, 6,30 вес. Во-первых, я лично обожаю такую цепочку. Она мягкая, она не рвется и смотрится красиво. Я, честно говоря, в названиях, это, наверное, называется якорная... Я в названиях цепей еще не разбираюсь. Я, конечно, этот вопрос обязательно проработаю. Вот, очень мне нравится. Легкая, нежная, воздушная. И, кстати, серьги тоже очень красивые. Жаль, что не могу вам сейчас показать. И по цене очень доступно. Вот такая кольешка. Замочек, если вас интересует. Карабинчик. И есть дополнительная цепочка для того, чтобы увеличить. Очень классно. Самое смешное, что я этот набор уже третий раз пытаюсь себе заказать. И девчонки у меня постоянно забирают. Сначала забрали серьги, а теперь вот колье тоже придется заказывать еще раз. Между прочим, еще одна вещь. Я заметила, что можно заказать такой же точно набор по золоте. Как только я закажу и получу, я вам обязательно покажу. Конечно, фраза, между прочим, два раза, а теперь уже и третья. Это было немножко некрасиво. Но вы меня извините. Я очень нервничаю. Очень хочется снять видео четко, правильно и быстро. Вот смотрите, такой котик. Я вам показывала его в золочении. Вот это серебро. Его надо, наверное, до блеска было натереть перед показом. Но я просто сразу вытащила вам из пакетика. Без покрытия 2,50. Мне кажется, этот котик будет темнеть в израильском климате. Его нужно будет чистить. Но это не проблема, конечно. Камней в нем нет. То есть его почистить элементарно. Вот такая вещь. К нему есть жгутик. Если разрешите, я его не буду распечатывать. Это каучуковый жгут. Вот с карабинами серебряными. Такие жгуты в красной пресне есть разного размера. 40, 45, 50, 55, 60, 65. Это, по-моему, 60 сантиметров, да? Разумеется. Перейдем дальше. Вот такое крупное кольцо, перстень. Сразу вам скажу. Бирюза искусственная. Об этом даже вот и написано. Оксидированная. 8,80. По-моему, такие серьги тоже имеются в наличии. Подружка моя Ледуси. Заказала только. Она любит кольца. Серьги она не особо. Вот такое колечко. По-моему, видно будет издалека. Немножко, наверное, отдалю. Вот так. Крупно, красиво. Смотрится хорошо. Конечно, если бы была бирюза натуральная, то мне бы понравилось еще больше. Но что есть, то есть. Ребят, я вам хочу показать три последних изделия. Они уже были в нашем обзоре раньше. Просто заказали еще раз. Вот такое чудесное кольцо. Светочка, моя подруга, попросила его в большом размере. Ну, в большом, относительно, конечно, 18,5. Вот. Блестит. Сверкает. Просто от бриллиантов, по-моему, особо не отличить. Не знаю я. Честно скажу, при таких фианитах зачем бриллианты? Это колечко с ювелирным стеклом. Это не фианит. Оксидированное. Девчонки заказывают его уже третий раз. И почему-то еще никто не попросил заказать серьги. К ним есть такие же чудесные серьги. Серьги я еще ни разу не видела вживую, поскольку никто не хотел. Может быть, все-таки закажем для комплекта. Посмотреть, как это смотрится. Кольцо мне очень нравится. Воздушное, красивое. И напоследок, любимый всем котик. На этот раз в золочении. В первой половине посылки был такой же в серебре. Вот такой миленький. Синтетическая шпинель. Золочение. Не указано, но жемчужинка тоже искусственная. Все двигается. Голова. Классный котик. Ребят, большое спасибо за просмотр. Огромное, огромное, огромное спасибо, что вы еще не засыпаете на моих видео. Мне кажется, немножко скучно. Ну, что делать. Жду вас в следующем видео. Планирую снять видео про капельное серебро. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...